всем привет с вами евгеньевич вы на канале red army airsoft и сегодня мы познакомимся со страйкбольной аек версией винтовки с в с от горячо любимого в россии китайского производителя фирмы цима чтобы отмести вопросы стоит сказать что изначально эта винтовка была анонсирована под брендом асп но по факту это все та же цима но под другим названием в этом ролике мы посмотрим на две модификации этой винтовки со стандартным цевьем и сошками то есть с в с из версии с ву а с кеймо цевьем но для начала немного слов про боевой прототип сву или снайперская винтовка укороченная эта модификация снайперской винтовки свд в компоновке bullpup напоминаю что bullpup это такая компоновка стрелкового оружия при которой спусковая группа находится перед казенной частью ствола благодаря чему при такой компоновки магазин часто находится позади рукоятки основной смысл компоновки bullpup это сохранить длину ствола уменьшив длину самой винтовки сву с это модификация винтовки сву с возможностью стрельбы очередями и складными сошками которые крепятся к ствольной коробке с помощью специального кронштейна вернемся к страйкбольным версиям от цима винтовки сву от цима в основном выполнены из алюминиевого сплава остальные тут только сошки с шасси крышка ствольной коробки и часть фурнитуры дтк ствол и сама ствольная коробка алюминиевый сплав приклад накладки рукоятка и цевьё пластиковые версии сву а с и блок цевьем цевьё алюминиевый сплав у сву а с как и положено есть складные сошки складываются они очень быстро и просто и имеют небольшой ход в стороны органы управления несколько отличаются от боевого прототипа причиной того это адаптация страйкбольные свд под сву они разработка сву с нуля а также ограничение стандартного гирбокса для свд аек в боевой винтовки насколько мне известно при одиночном нажатии на спуск происходит одиночный выстрел а при зажатии спуска винтовка начинает стрелять в режиме автоматического огня страйкбольной версии такой функционал не реализованы чтобы начать стрелять очередью нужно выбрать соответствующий режим огня с помощью переключателя еще у страйкбольной версии ацима механический предохранитель находится над спусковым крючком режим предохранителя на переключателе режимов огня дублирует режим одиночного огня с целях безопасности об этом стоит помнить все место под ствольной коробкой занято гирбоксом и хопапом поэтому проводка для подключения аккумулятора выведена в цевьё случае версии сву а с аккумулятор располагается в самом цевье чтобы его подключить необходимо опустить флажок на фиксаторе и снять цевьё случае с сву а с млок цевьем места в цевье нет а для размещения аккумулятора придется покупать имитацию анпек не самое удобное решение и по моему она полностью нивелирует удобства млок цевья с другой стороны на и блок цевьё можно поставить оптику с креплением на рис планку что для обычного страйкболиста гораздо проще чем искать оригинал или годную реплику pso-1 или громоздить конструкцию со съемной планкой для крепления оптики базовые прицельные приспособления это складная регулируемая мушка и складной регулируемый диоптер что касается развесовки и эргономики центр тяжести этой винтовки находится где-то на уровне рукоятки перезарядка магазинов тут не самое удобное но если вы собираетесь делать из с с марксманку они штурмовую винтовку то сильно оперативной смены магазинов и не требуется можно воспринимать это как плату за более компактные размеры по сравнению со стандартной свд приклад имеет удлинение в нижней части как по мне не самое удобное решение которое ограничивает вариативность удобного удержания винтовки но это вкусовщина и дело привычки в отличие от боевое сву приклад никак не подпружинен разберем винтовку и посмотрим что там внутри внутри находится стандартный гирбокс свд типа от цима со стандартными стенками мотор стандартный с коротким штоком направляющие пружины из алюминиевого сплава с подшипником пружина стальная скорее всего sp120 стенки гирбокса свд типа с 8 миллиметровыми подшипниками для шестерней поршень пластиковый с двумя металлическими зубьями голова поршня пластиковая вентилируемая с одним уплотнительным кольцом цилиндр латунный с покрытием без отверстия для регулировки объема цилиндра голова цилиндра со смещенным центром для посадки но зла пластиковая с одним уплотнительным кольцом но зал пластиковый без уплотнительных колец тапит пластиковый шестерни 4 штуки стальные свд типа контактная группа обычная электронного ключа нет хопап стандартный свд типа выполнены из алюминиевого сплава стволик латунный длиной 600 миллиметров окошко хопапа достаточно широкая резинка хопапа с давилкой самые обычные так как винтовку установлена самая обычная резинка с обычной до вилкой ожидать что винтовка из коробки покажет чудеса дальности и точности было бы очень наивно из коробки она стреляет точно так же как любой а к отцима то есть метров на 50 что касается тюнинга то он аналогичен тюнингу свд аек сву отличается только внешкой и узлами спусковой группы и переводчика режимов огня надеюсь я смог удовлетворить интерес всех тех кто ждал какие-то подробности про эту винтовку обе версии этой винтовки вы можете купить в магазине airsoft sport по ссылкам в описании как всегда предлагаю обсуждать это видео в комментариях ставить ваши уверенные пальцы вверх подписываться на канал до скорого в комментариях а 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 Субтитры создавал DimaTorzok